Наталья Назарова – многодетная мама. У неё трое детей. Старшему сыну 15 лет, а дочерям 12 и 3 года. В департамент по управлению муниципальным имуществом женщину пригласили, чтобы предложить социальную выплату взамен выделения земли под индивидуальное строительство. Моя голубая мечта – это, конечно, участок с домиком. Ну а так, насчёт субсидий, подумаем, посмотрим. Чтобы взвесить все «за» и «против», получить социальную выплату или ждать земельного участка, семьям даётся месяц. Затем претенденты должны принять решение и сообщить в департамент по имуществу. Вернуться к нам сюда в департамент с какими-то намерениями. Либо написать заявление об отказе от выдачи субсидий, либо написать уже заявление на её выплату. Приобретено может быть жилое помещение на территории автономного округа любого размера, как на первичном, так и на вторичном рынке. Самое главное, чтобы семьи понимали, что реализуя свою возможность путём того, что они берут субсидию вместо земельного участка, что земельный участок, конечно, с очереди на земельный участок уже снимут. Поэтому многодетным и даётся время подумать. Из 181 семьи, состоящей в департаменте в очереди на земельный участок, на получение субсидии могут претендовать лишь 26 очередников. В этом году на муниципалитет выделено 3 миллиона рублей. Исходя из суммы, получить социальную выплату смогут лишь две семьи. Остальные многодетные ожидают решений по выделению земельных участков под индивидуальное строительство. У меня старшему ребёнку 20 лет. Из-за этого хотелось бы узнать, есть ли гарантия, что мы получим эти участки в ближайшее время. Будут ли их выделять. Вопросов у очередников много. Поэтому многодетные мамы вышли с предложением организовать встречу, куда будут приглашены все очередники, специалисты ДУМИ, управление жилищной политикой администрации города, управление организацией строительства и, возможно, депутаты. Мы очень хотим встретиться и задать свои вопросы, потому что выделяя эти субсидии, нас какие-то рамки загоняют, которые не очень удобны. И если действительно должны выделяться нам участки, мы хотим побыстрее их получить. Получить землю можно только после обеспечения её инженерной инфраструктурой. Как сообщили нам в департаменте по управлению муниципальным имуществом, первые 20 очередников могут надеяться на выделение земельного участка под индивидуальное строительство уже в этом году. По информации, полученной в ряде рабочих совещаний, доводится, что 16-й микрорайон в текущем году планируется уже обеспечить инженерной инфраструктурой минимальной, то есть провести туда сети электроснабжения и обеспечить дорогами пятой категории. И только тогда мы с вами сможем раздавать участки многодетным. Естественно, что изыскательные и строительные работы будут проводиться в летний период. Поэтому специалисты ориентируют многодетных на 3-4 квартал текущего года. Те же семьи, которые сделают выбор в пользу социальных выплат, получат их уже в июне. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Новости Губкинского.